здравствуйте дорогие друзья и я рад снова вас приветствовать на моем канале турция для снобов где мы будем ездить в не самые популярные но интересные места о которых я вам буду рассказывать и показывать но сегодня к сожалению из-за некоторых транспортных проблем мы приехали не самое топовое место однако она тоже весьма занимательно и что же здесь есть занимательного я вам покажу и это место называется докума парк в анталии он небольшой но здесь есть некоторые познавательные зоны которые я вам покажу если вы досмотрите это видео до конца между прочим у нас здесь рядом два торговых центра поэтому вы можете не только сюда приехать отдохнуть узнать что-то новое но и пошопиться закупиться всяким барахлом а может быть и полезными вещами и уехать домой с полной гаммой впечатлений и полным багажником всякого добра мы начали свой путь по докума парку кстати ссылочку на точную локацию я оставлю в описании как и в прошлом видео здесь у нас что здесь много хвойных деревьев поэтому здесь можно ощутить запах хвои если никто не жарит шашлык так сегодня поэтому хвой особо не ощущается но ощущается запах жареного мяса прекрасные постриженные газончики все видно какая-то каменная крошка чтобы было приятно ходить детонированные дорожки пока народу мало поскольку этот день утро и мы можем спокойно снимать не опасаешься что нам будут мешать другие люди в кадре а сейчас мы направимся в хикстерскую библиотеку знаете друзья мы очки надену мы шли в библиотеку а наткнулись на вот эти развалины и наш оператор спрашивает меня что же значит это развалина что здесь было зачем ее разрушили почему ее здесь оставили у меня лично ответа на это нет но тем не менее надо все-таки отдать должное что концептуально здесь место интересное все огородили не просто какая-то непонятная построенная разрушенная а вот какой-то смысл все-таки дизайнер этого места сюда вкладывал здесь есть скамеечки вот пожалуйста сеточки все у нас все предполагается какие-то деревья уже не хвойные лиственные и так мы пришли к хипстерской библиотеке за моей спиной она по виду небольшая но внутри все как в кино как в америке если у вас есть и камер скорее всего вы можете ей спокойно пользоваться и там интересно найти так одной из частью парка является ботаническая бахча на самом деле бахча по-турецки означает сад он небольшой но там я думаю что тоже есть интересное и для вас познавательное поэтому мы сейчас пойдем и посмотрим а заодно посмотрим на горы которые должны открываться с того края охайо займас значит японцы видите да у нас японский сад я сейчас сказал вам доброе утро по-японски значит у нас посмотрите ворота курии есть надпись на японском ну мне кажется это все дальше ничего японского не будет но все-таки мы туда сходим на всякий случай и проверим прав ли я в своем предположении или нет господа ну ничего тут я не вижу где у нас подстриженные сакуры где каменные мостики где каменные фонари какой-то полуисушенный пруд вы знаете это все на самом деле на турции весьма типично назвать что-то каким-нибудь именем благообещающим а в итоге в итоге мы приходим к берем большое хорошее хорошее дерево ну вот ворота есть и слава богу является на том спасибо все больше ничего японского здесь нет так что идем туда куда мы и шли до этого и так дорогие друзья мы подошли к краю ботанического сада который по совместительству является краем всего до кума парка и с этого края неплохо видны и горы которые опоясывают запутную часть анталии сейчас их на камеры скорее всего будет плохо видно но и честно говоря даже глазами они не вызывают какого-то бурного восторга но здесь по весне когда еще на грушинах остается снег они выглядят выглядят весьма красиво поэтому если вдруг вы скажетесь в анталии в марте-апреле например а может быть даже феврале не знаю то сюда можно приехать и полюбоваться видами этой горной цепи это конечно не альпы но что есть то есть дорогие друзья этот парк чем хорош то здесь куча мест где можно сделать всякие концептуальные интересные фотографии а поэтому приезжайте сюда это еще не все самое интересное будет в конце поэтому посмотрите его это до конца следующая локация старый паровоз который используется для детских игр и в миниатюрном здании вокзала находится детская библиотека в которой мы тоже заходить не будем но возможно для ваших детей там будет что-то тоже интересное поэтому советую посетить это место и вообще хочу сказать что чем мне нравится турецкие парки и вообще городки пространства они хоть и небольшие может быть вот такие зеленые но они ухоженные и здесь есть место где отдохнуть и нажарить кашлык если это разрешается и вообще погулять поснимать какие-нибудь видео ну конечно это на любителя любителя кому-то нравится более дикие более зеленые и старые парки ну как бы и на том спасибо чем богата тем и радость друзья здесь еще заметили симпатичные графики торговых рядах посмотрите и фанталия машинки какие-то портреты в принципе в турции достаточно часто можно увидеть относительно часто можно увидеть графики если бы были в других странах не буду называть каких в центре историческом центре которых конечно это не нью-йорк не санкт-петербург но я думаю эти графики вам будут интересно друзья в этом парке еще много диких кошек их подкармливают но почему-то они выглядят какими-то облезлыми даже маленькие котята хотя весьма милые и они не особо боятся людей поэтому если вы к ним приблизитесь они к вам тоже подвигают и будут требовать с вас какого-нибудь питание вот он лежит котенок точнее кошка мы будить не будем пусть отдыхает итак дорогие друзья мы наконец приблизились к самой интересной части докума парка это сад со статуями другими словами сад с макетами зданий самых интересных в турции и за спиной вы видите естественно символ турции ну или как минимум символ стамбула в прошлом константинополе это святая софия которая сейчас опять стала мечетью вот она потрясающая потрясающая здесь конечно не сравнится с оригиналом но как бы зато ехать никуда не надо а сейчас мы пойдем наверно по часовой стрелке как раз да туда и еще нибудь вам интересно сейчас не выключай камеру вот старая мечеть в коне испании да а это по-моему где захоронены их суфи так здесь у нас другая мечеть третья мечеть все замечательно все потрясающе да никуда ехать не надо все здесь есть у нас на ладони аксарай сивас это где-то по моему на севере турции вот здание развалины все есть анкара анкара это по моему крепость наверное где-то наверху а может и нет вот другая мечеть все замечательно идем 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 но здесь все в мечетях у нас а интересные здания будут вот там там дворцы его там видите у нас парфенон парфенон все вон усыпальница какая-то еще один мечет меч с кони да это вот как раз где гробницы их суфийских суфийских святых трапзон вот европейская какая-то европея европейско-китайское здание да вот этот тюрк павильон возможно сам этот тюрк там жил вот большое здание вот ну вот смотрите парфенон парфенон сейчас мы посмотрим где это вообще о а храм артемиды в эфесе это эгейское побережье правда там осталось только основание от него естественно вот такого вы там не увидите поэтому на макете посмотрите давайте обойдем чтобы вы лучше полюбовались этим храмом артемида один из семьи одной из семи чудес света конечно потрясающе если бы сохранился хотя бы остров бы было бы потрясающе но сейчас там просто такая низина какая-то какой-то фундамент и остатки и вам турки впаривают альбомы за на самом деле не такие большие деньги где вы можете посмотреть на картинке якобы восстановленного восстановленного храма еще одна мечеть все прекрасно прекрасно вот какой-то виадук акведук виадук не знаю не видел такого так идем конечно же вот измир а сейчас сейчас офис а до церковь девы марии на самом деле там по моему тоже остались развалины я почему-то туда не доехал свое время мне кажется вот так как здесь изображено там уже нет ничего вот а мозолей в галикарнасе до одной из семи чудес света по-моему это тоже несколько переувеличено такого вы там не увидите к сожалению большому но видите люди многие обладают тягой к разрушению и в силу своего недостатка развития культурного интеллектуально в первую очередь культурного конечно склонны разрушать красивая и это очень печально очень печально и это всегда было присуще людям это не только какое-то нововведение крайних 100 лет это было и раньше поэтому да уж поэтому мы можем наслаждаться вот этим всем замечательным наследием творением гения человеческого человеческого гения только вот на таких вот картинках и макет он ездить туалет за три лиры но здесь рядом торговый комплекс у него дойти минут минуты 4 там бесплатно так вот у нас какой-то дворец не подписанный замечательно все но дворцы другие вот все анкара 5 прекрасный дворец а по моему там сейчас музей то ли художественные то ли просто музей если я не ошибаюсь хорошее место вот еще дворец замечательно анкара 5 анкара тоже по моему рядом они стоят это у нас голубая медь нет это не голубая мечеть это дирня какая-то мечеть а вот анталия вот ну естественно тоже вот этого вы там не мало того что вы не увидите вы и зайти не можете на башню там все закрыто но полюбоваться со стороны остатками можете а там сейчас идут раскопки надеюсь нам кто-нибудь восстановит интересно вот 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 он вот пожалуйста дворец истамбула в котором жили если я не ошибаюсь поправьте меня в комментариях специалисты по моему одни из последних сунта султанов там жили было построено собственно для них и архитектор из известной армянской династии архитекторов которые жили на территории османской империи и собственно еще они построили вон сейчас мы туда пройдем мечеть в готическом стиле тоже армянского архитектора поэтому интересно что очень большое количество красивых зданий турции построена именно именно армянами я не помню как их фамилия тоже напишите в комментарии если вы знаете он до мечеть готическом стиле а он тоже красивая все красота красота долма бахче все мечети да все замечательно вон какой-то еще комплекс вон еще вот европейские здания у нас вот анкара пожалуйста вот это видимо какой-то новодел уже современная а 53 года мавзолея мазалия ататюрка вот мавзолея ататюрка и мы сейчас сделаем вот такой крючок и будем уже движет двигаться на выход потому что там еще у нас есть всякие интересные стамбульские здания если не были в стамбуле обязательно съездите не все же в море плавать правильно так оператор вы были в стамбуле как так хочу сидеть надо съездить вот смотрите церковь святого антония стамбул по моему это в самом центре рядом с площадью таксим или нет не помню не помню не помню так еще одна церковь а если это церковь который меня выгнали я зашел туда посмотреть а там сидел чел возможно грек и он сказал что посмотреть ничего нельзя вы в мечеть можете зайти там вам всегда рады а вот в церковь ортодоксальную вот так вот такое отношение да вот какие-то здания по он тоже стамбул да да стамбул всего это я так понимаю побережье на берегу общем на набережной находится да это все замечательные вот это тоже рядом с тем дворцом не знаю почему не так раскинули далеко тоже армянский архитектор прикольное здание так я не увидел здесь голубой мечети потому что голубой мечети а это да это другое место вот другой дворец пожалуйста красота все все здесь есть давайте вот на фоне вот этих вот замечательных зданий в швейцарском стиле и вот тех зданий в каком-то французском стиле не знаю не был не был там будем заканчивать наше видео благодарю что посмотрели это видео до конца я думаю информация из этого видео вам будет полезно по крайней мере в ближайший час и тем кто будет в анталии и у вас будет достаточно время и сил приезжайте в докума парк полюбуйтесь на макеты посмотрите где вы еще не были или где были позадите в библиотечку зайдите в торговый центр после вашей прогулки и тогда у вас все будет хорошо и я не прощаюсь с вами я говорю до свидания до следующих интересных мест я надеюсь что в следующий раз место будет еще более интересное и еще более исторически значимое всем удачи до новых встреч